Рабочая неделя в районной администрации начинается с аппаратного совещания, в повестку дня которого выносятся наиболее актуальные на данный момент вопросы. На этой неделе сотрудники администрации обсудили исполнение бюджета за первый квартал текущего года, а также готовность школ к проведению государственной итоговой аттестации. Подробности в первом материале выпуска. Одним из первых в повестке дня рассмотрели вопрос об исполнении районного бюджета за три месяца текущего года. С докладом выступила заместитель начальника финансового управления Татьяна Тубальцева. За три месяца 17-го года концентрированный бюджет Московского края и Санкт-Петербурга района всего на 6,8 миллионов рублей. Годовой план подтвержден в сумме 3,1 миллиарда. Собранная сумма составляет 19,8% от плана среднекраевого показателя на 23,4. Темпы строительных доходов к аналогичному периоду прошлого года составляют 103. Достичный перерост по концентрированным бюджетам в сумме 20 миллионов. Однако исполнение и пополнение местной казны проходит неравномерно. Налоговые поступления по 131-му федеральному закону, один из основных источников дохода бюджета, поступают с запозданием и не всегда в полном объеме. На сегодняшний день по всем видам доходов район недобрал до показателей прошлого года 83 миллиона рублей. Снижение поступления особенно остро ощущается на уровне поселенческих бюджетов. Для того, чтобы ликвидировать недоимку, работа по контролю за сбором налоговых и неналоговых платежей должна быть усилена. Кроме того, необходимо искать другие источники пополнения бюджета. У нас сегодняшний день, я считаю, что слабое звено – это доходы, формирование бюджета, коллеги. Поэтому обращаю на это особое внимание, и людей еще время есть, поэтому мы обязаны с вами дать определенный темп роста, чтобы можно было выглазить те задачи, которые мы сами же перед собой и стали. Это софинансирование программ и помощь поселениям. Где-то клуб строится, где-то стадион надо ремонтировать, где-то коллективные действия хотим начать ремонтировать. Мы обязаны выполнить задачу по экономике и по финансам. Следующий вопрос повестки дня – подготовка школ к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году ЕГЭ будут сдавать 482 выпускника 11-х классов. Пункты сдачи экзамена будут организованы в трех учебных заведениях – в первом и четвертом лицеях, а также в 16-й школе. Также особенностью этого года является то, что пункты проведения экзамена, они совещены. С одной стороны, это хорошо, нам не надо готовить, скажем, больше. Если у нас было 12 в прошлом году, то в этом году и 9. Но с другой стороны, допустим, начиная с 26 мая по 19 июня, лице 1-й, школа 4-я, 16-я, они задействованы каждый день в экзаменах. То есть, нет такого дня, когда бы там был какой-то разрыв. То есть, сегодня провели 11, и завтра проводим 9. И завтра проводим 11, и после завтра 9. Ну и таким образом чередуются и сами. Для двух детей с ограниченными возможностями здоровья будет организован отдельный пункт сдачи экзамена в 17-й школе. В этом году количество людей, занимающихся организацией итоговой аттестации, а также контролирующих ее проведение, будет увеличено. Кроме этого, все пункты сдачи ЕГЭ оборудованы видеонаблюдением. Общественные наблюдатели смогут онлайн следить за ходом экзамена на портале «Смотри ЕГЭ». Также будут применяться технологии сканирования экзаменационных материалов в день проведения экзамена. Раньше в сопровождении ОВД запечатывали все экзаменационные материалы и везли их расклада, сдавали региональным центром обработки информации. То есть, сейчас, после окончания экзамена, мы приобрели специальное высокоскоростное сканерное восстановление специализированного программного обеспечения. Весь материал будет сканироваться в пункте проведения экзамена после окончания и в электронном виде с учеброванием отправляться по каналам оптоволокомной связи в региональном центре обработки информации. Для того, чтобы итоговая тестация прошла на высоком организационном уровне, в пунктах сдачи прошли тренировочные мероприятия. С организаторами и общественными наблюдателями проведены обучающие семинары. Глава района пожелал выпускникам удачи на предстоящих экзаменах. Упехово не значит, что протезали экзамены, поступили в урожайшие. Когда сложности какие-то будут в этом. Хорошо? Хорошо. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».